Годы тут ни при чём, когда нет настоящей жизни, живут виражане. Все у нас всё сложно, когда и будут дождись от неё голубого. Снимается виражами. Совсем заблазил хозяйство. Работаю совсем одна. И всё выгодно. Дядя Ваня, у тебя слёзы. Какие слёзы? Всё здорово. Милая моя. Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мама. Милая. Милая сестра. Джанет Медвина. Если бы она знала, если бы она знала, что они... Что, дядя? Что знала? Тяжело. Тяжело, соняшка. И хорошо. Я пойду в воздухе. Прости. Я пойду. Михаил Леонидович, вы не спите на минутку. Сейчас. Сейчас. Что прикажется? Что прикажется? Ставим вместе, если вам это не против, умоляю. И давайте, дядя Вуфрета. Хорошо. Мы не будем больше... Я сейчас вернусь в себе. Тихо, тихо, тихо. Все решено и подписано. Пока запрекут уже на сентябре. Дождь начался. Погодите до утра. Не, разомни не поеду, кто в краю захватит поеду. Слушай, пожалуйста, носочек ушел. Вы не приглашайте меня больше к вашим лошадям. Вы подарили мне этот алипатизм. Я прошу приезжать в усыдь. А что ты вообще не стал со мной разговаривать? Из баловы? Из баловы. А хотите закусить? Ой, а пожалуй, дайте, да? Ну вот, вот я любым богачам закусываю. Закусите, кажется, что-то есть. Он в молодости, говорят, имел большую учебу женщин. Вот, его дамы сплавали. Держитесь. Вы знаете, я же ничего не ел, только пил. Вот. Можно? Да. Вот, спасал его. Тяжелый парад. Тяжелый парад. Нет? Не можно говорить прятым? Вот все пропало! Очаровали вы меня! Знаешь, ты никогда не с вами не возил в этом госпитале. Задохнулся было тогда. Важный отец, который шел в свою подагровую книги, надевали свои кранутики. Ваша бабушка. Наконец-то. Вашу мачеху. А что мачеху? Человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасно спорно нет. Но где она что-то ест, пьет, гуляет, чёрнует на всех, смотрится, а то пусть все видно. У нее нет никаких обязанностей. За нее работают другие. Ну вот так вот. А праздная жизнь, она не может быть чистой. Хотя быть может я отношусь слишком строго. Я люблю твою жизнь, его как ваша. Да дюбай, да. И оба мы становимся влюзгами. Вы недовольны жизнью. Да нет. Вообще-то я жизнь люблю. Но нашу жизнь, въездную обывательскую, русскую, Ну, терпеть не могу. Призвер я во всеми силами своей души. А что касается моей собственной личной жизни, по поверкиванию я пришла. Ой, ей-богу не ответить, чего хорошего. Знаете, это вот когда я лёг, темные ночи упалишь. И если в это время вдали светит огонёк, Ты замечаешь, ни усталости, ни матём, ни колючих педок, Которые бьют тебя по лицу. Ну вот я работаю, как вам известно. Ну как никто в уезде. Судьба бьёт меня, не переставая порой. Страдаю я невыносимо, но у меня вот вдали. Не такая как. Опять же тебя ничего не ждут. Ничего я не хочу. Да, да, да. Никого я не люблю. Никого? Никого. 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 Никого нервность испытываю к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразно очень неразвитые, грязно живут, А с интеллигенцией с ней... Может, нет, что вот наладить. Она утомляется. С вами добрые и знакомые не мелко мыслят, Я не чувствую, и не видя Даши в зону, что у нас они же... Они же просто-напросто глупы. А те, которые посерьёзнее и крупнее. М-м-м-м. Вот эти заеденные анализы. Эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят, что плохо. Смотрят на него искренне, и сейчас это вот этот психопат. А вот этот фразёр. А вот когда я не знаю, как его прилепить к моему обуву, Говорят, это странный человек. Странный. Вот я люблю леску, а это странно. Я не верю леску, это очень странно. Свободу, отношения к людям, к природе чистого уже нет. Нет и нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вы пшуфы. Я вас очень прошу. Ну не пейте. Ну не надо. Вы изящны, благородны. У вас такой нежный голос. А вот даже больше. Вы, из всех, кого я знаю, Вы прекрасны. Ну зачем же? Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, Которые играют в карты, пьют? Вот вы всегда сами говорите, что человек ничего не создаёт, Только разрушает. Ну зачем же вы разрушаете самого себя? Я вас... Я вас заклинаю, я вас умоляю, вы не делайте этого. Я вас... Я вас заклинаю, я вас умоляю. Я вас заклинаю. Заклинаю, умоляю, умоляю. Все, я не буду больше. Дайте слово. Честное слово. Благодарю. Баст! Я отрезал. Вы видите, я совсем крест, так и вас надо же до конца дней моих. Ну что, мы никак не продолжаем. Тем не что поздно мне, а время мое ушло, постарелся, работал, снижался. И тут все чувства уже, кажется, не мог бы привязаться к человеку. Но я никого не люблю. Я уже не полюю. Это вот единственное, что меня захватывает, как это красота. Что же было? Ну, не равнодушная, Кирилл. Мне кажется, если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы мне вскружить голову, просто водит. Нет. Но ведь это не любовь, не привязанность. Михаил Леонидович, что с нами? Так. В великом пастух у меня. Больной умер, как в водосходе. Николай Леонидович, скажите, вот если бы у меня была подруга, нет, лучше скажем, младшая сестра, и вот если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, вы как к этому отнеслись, а? Не знаю, должно быть никак. Дал бы ей понять, что полюбить ее не смогу. Принятьем, голова замута. Однако, если ехать, то пора. Прощайте, голубушка, мы с вами с вами до утра не хочем. Да, я с вашего разрешения пройду через гостиную, я же боюсь, как бы, как бы ваш дядя меня не задержал. Ничего не сказал мне.